Вот эта вот аллея, она мне очень дорога, потому что мы своим коллективом сами высаживали здесь пирамидальные тополя, березки, кустики, буквально держали все это в чистоте, в порядке. 13 лет на посту главы поселка – важный период для Александра Шадрина. К любой работе бывший шахтер привык подходить ответственно. 29 лет рабочего стажа в забое приучили к порядку, жесткой организации и самоотдаче. Впрочем, как и послевоенное детство с его трудностями и решениями. Отец у меня в 1949 году умер. Я 9 ноября родился, он 11 ноября умер. Два дня всего. Сказал, как назвать. И умер. Ну, это после войны все. Это все осложнила война, конечно. Они с матерью в 17 лет сбежали на фронт. Вот. И это пришлось матери-то. Ну, а мать работала экспедитором пяти городов севера. Это все поездки, поездки, поездки. Меня воспитывала бабушка. Практически всю эту сознательную жизнь свою она воспитывала меня. И две тетушки, три даже тетушки. Александр Федорович – уроженец города Карпинск, Свердловской области. Как многие молодые люди, после школы устроился работать на местный угольный разрез. Оттуда был направлен учиться в Свердловский горный институт. После получения диплома по распределению попал в Копейск. Пришел в Челябинск уголь генералу на прием. Он говорит заму своему, отошли его на шахту Красная Горнячка к коменданту. Ну, я пришел к коменданту, ищу, где комендант здесь. Я думал, комендант – это хозяйственник, который заведует этим комбинатом. Вот. Они говорят, да к вам к коменданту, он, наверное, Сергею Васильевичу. Ну, и вот я зашел, у них там наряд идет. Он сразу начальником. Кто берет? А Петр Гаврилович говорит мне, ты в шахматы играешь? Я говорю, обижаешь. Я беру. Так я попал к Петру Гавриловичу Кострю. Вот. Из начальников. Это был мой первый наставник, будем так говорить. Он еще жив, здоров. Вот сейчас вот болеет. Потом с Тычковым поработал на шахте Красная Горнячка. Потом с Борисовым поработал. С Тосеевым Виктором Яковлевичем. Это до самой смерти мы с ним друзья были. В тех отделе поработал. Главным инженером поработал. Года три или четыре. И так все вот, все время на шахте Красная Горнячка. Годы работы наш герой вспоминает с удовольствием. Шахта ударно выдавала уголь. Коллектив был высоко профессиональным. За свой труд люди получали награды. В разные годы Александр Федорович был удостоен нагрудных знаков шахтерской славы трех степеней. Он, один из немногих копичан, на сегодня является полным кавалером этого трудового ордена. За высокие показатели. Здесь вот где-то газетка есть. Вот это я получал уже вторую степень. Потому что мы здесь работали, нам новую лаву дали. И мы работали на ней очень хорошо. Практически шахта Красная Горнячка, она никогда, будем ее называть, наверное, лучше 22-я и глубокая. Потому что Красная Горнячка, она работала исключительно. Исключительно. А потом, когда нас соединили, у нас, в принципе, все пласты круто падающие. А там горизонтальные. Людей с такой, будем говорить, большой шахтерской закалки, они на эти круто падающие не пошли. У них пошли шахта Центральная, шахта Капитальная. Вот все туда. А здесь вот здесь уже остались уже проверенные. И вот мы на этой лаве очень хорошо отработали ее. Потом следующую лаву. И вот у нас многие получили тогда. У нас, мы вот молодежь, которая пришла, у нас Боря Кох, тоже шахтерской славы три степени, Лев Тайловский тоже, тоже одногодок. Вот мы тогда получали за эту отличную работу. Но работа в шахте – это всегда риск. Отпуская мужчин в забой, семьи волновались, вернется ли. Родные Александра Федоровича стойко выдерживали все испытания. Я, будем говорить, как Чапаев. Что я сказал, то и будет. Вот, так что я их сюда привез в 73-м году. Где-то я в октябре поступил на шахту, и через полгода я сюда привез вместе с дочкой. И вот жили здесь у нас на горняке. Конечно, работать было, я скажу, не сладко. В 4 часа уходить утра, и в 10 вечера приходить. Не знаешь, как дочь выросла, вот, как она замуж вышла. Так что она все еще вспоминает, говорит, я папа помню, хотя уже тоже 43 года, я, говорит, помню, как ты приносил тормозки из шахты, пирожки с капустой. Говорит, вкусы до чего были. Так что тяжело было. Но, вообще, закалки получили очень много. В 99-м году наш герой в последний раз спустился в забой. А несколькими месяцами позже Александру Шадрину предложили возглавить поселок Горняк. Он согласился. Молодому пенсионеру дома сидеть не хотелось. Сил и энергии еще хватало на трудовые подвиги. Конечно, на шахте было много легче работать, потому что там знал, за что ты получал по шее. А здесь, ну, в принципе, если бы, будем говорить так, что Горняк, поселок был уже не городского типа. И градообразующих предприятий уже не было. Вот винзавод чуть-чуть помогал. Но там придешь, там столько получишь вопросов, страшное дело. Авторемонтный завод тоже маленько помогал, но тоже. Этот Ремазе, он уже не относился к нашему поселку. Вот и все, больше не было. Шахта еще чувствовала чуть-чуть себя. И вот какие-то трудные моменты, обратишься к Батурину, вот, всегда помогал. Всегда. Шахта помогала очень много здесь. Потом, когда шахты не стало, вообще стало тяжело работать. И вот так вот по старым связям, которые еще остались, с производственниками, вот, с этими ребятами, они меня еще выручали. Где только шахтерская какая-то есть маленечка схватка, любого этого начальника, везде идет работа. Ну, везде. Сейчас Александр Федорович наслаждается заслуженным отдыхом, поправляет здоровье, рыбачит. А также активно осваивает пространство интернета. Уже нашел много друзей и родственников, с которыми развела судьба. Сейчас собирается к ним в гости.